Давайте посмотрим на других хаёв, может они будут более успешные. Ну, вообще, ну, слушайте, красивые. Траверок клёвый, кетчер клёвый. Немножко не хватает чего-то такого, не знаю чего, гордов. Наверное, не хватает гордов. Но в целом, в общем, пролечная команда у Ройлема. Да, ну у нас, видишь, видимо, перекос такой. В том плане, что Вуды пропали практически полностью, вымерли. Зато природа очистилась настолько, что вернулись всякие вот эти... Очень странное разбитие лоса. Очень странное. Я не очень понимаю, в чём смысл не бить весь лос с МБ, но окей. Да, кетчеров не хватает, я согласен. А два кетчера, ну, по сути, полтора, потому что это нулевой. Этого мало. Надо ещё вот здесь дырку прикрыть. Лучше бы вот сюда горд, наверное, поставил бы, а вот этого вот... Ну ладно. Мячик очень плохо упал. Мне не нравится, Тимон слишком большой сделал разрыв между линиями, понимаете, о чём я. Гуля, конечно, быстрая, но тут надо будет возвращаться. Да, не, крутая-крутая команда кинает. То есть, по факту, кетчеру ещё осталось добрать джамп, и у него всё будет круто. Вот это дико неприятная шара. Это буквально шара, то есть 1д, шестёрка, пробой, колокол. Это, это прухло, да. Ну, ведь вы правильно начали отрезать. Не идеально, но насколько... А почему не дольше линейкой? Дед сам дал в себя блиц в один... Ну, слушай, эээ... С учётом того, что там нет гордов, эээ... Вероятность отклеивания от такого блица была очень невысокой. Это ты, Кащей, какую-то чушь сказал. Ну, вот это опасно. Кстати, только сейчас заметил, что у эльфа нету мува, у критчера. Это немного грустно. Ну, спасивши только мува. РР. Две гард гули, но это некая норма. Вот здесь, кстати, бить уже не стоило. Это ошибка. Это ошибка. Не, ну, говорю, Кащей фигню сказал. Андеттам просто сильно не зароляла. И наоборот, сильно зароляла хаям. Для этого не надо быть семи пядей во лбу. Говорю, Кащей просто иногда накрывает на такие странные фразы. Надеюсь, швед ему сегодня по жопе надаёт. Для науки. Приятная шестёрка. Слушайте, а у дедов только одна пятка? Одна пятка. Блин, так хочется агильного кетчера с прогиба кинуть. Кто бы знал. Взятки нет. Ну, ладно, приголубили. Но главная проблема дедов, что у них один такл. Теоретически, если сейчас поколотить... Сраного этого... Гулю, там будет тяжело играть. Ну, опять же, конечно, Вайт ушёл с шара. Да не, Коля, на самом деле, блок на зомби очень полезный навык. Я абсолютно не согласен, что блок бесполезный. По моему опту, вообще, в принципе, 2-3 зомби с блоком обязаны быть, чтобы... Не ложиться в супер-башерных матчапах. Вот я не понимаю тяги Ройлема драться. Вот в любой непонятной ситуации у Ройлем как-то очень нагло идёт в лицо. Да нет, достаточно одной ДП. Просто ей надо уметь управлять. А здесь ДП каждый раз как-то вне позиции. Проблема не в количестве ДП, а проблема в том, что ДП неправильно играется. Ну, сейчас ДП... Наконец-то! Звёздный час ДП. Ну, в целом, ДП свою работу выполнила, только... Ну, да, кстати, сыграла на травму. Окей. А сейчас это зачем? Может, наоборот, стоило встать сюда, например? Ну, здесь, типа, бояться нечего. Там врыв мимо такла через сложный додж. Эльфы не будут дураками, муми сейчас могут побить. Тем более, мумка без этого. Ну, повезло, повезло. Опа. А в контакт-то нахера встал? Типа... Под фолл, что ли, захотелось залезть? Я в мумии вообще не за... А-а-а, окей, ладно. Пошла жадность. Мне ещё нравится, конечно, гуля. Вообще, все три гулии такие топовые прям. Эээ... Так, это Блиц слева СМБ будет? Видимо, да. Какие топовые гулии. Вот в этой команде только мумии каловые, конечно. Да не, Ройлем, в принципе, просто пытается играть в такой уныленький фулл-контакт. Просто очень смело играет. Как будто бы посмотрел игры Сержика и поверил в себя. Я бы сказал, Ройлем давно не играл такие матчи, как Вентарес, ребята. Вот видно по Ройлему, что он давно не играл матчи, как Вентарес. Вот если он сыграет пару матчей, как Вентарес, у него сразу стилистика игры сильно изменится. Я в этом практически не сомневаюсь. На то видно, что эльфы как-то это... Не боятся. На самом деле, сейчас по факту нужно в основном выбить такл... Вот эту такл-мразь, чтобы просто пойти в МЗССР. В идеале, конечно, еще и три борьбы выбить. Но это мы уже точно не успеваем. Сегодня день изб... Нет, но эти хаи не хотят избиваться. Я не знаю. Эти хаи не ломаются. Вот с Вентаресом, да, там, конечно, действительно, день ломания. Чем-то там пропах. Очень приятная шестерка. Нет, эти эльфы не ломаются. Ну, это правильно. Ну, окей. Ну, а гард правильно поставлен. Все прикрыто. То есть, даже... Даже если там что-то делать... Там ничего не сделать. Не знаю. Вот реально эльфы так в себя верят. Я завидую. Я завидую. Вот буквально, вот, сравните то, как играют эти эльфы и то, как играют хаи Вентареса. Вы чувствуете разницу, да? Типа... Посмотрите меня с вашим мужчиной и со мной. Я на коне. Вот здесь примерно то же самое. Если бы Вентарес так бы не пробивался бы, как... Как Роэлем... Кобе было бы значительно грустнее. Это не проблема Кобы, понятное дело, и так далее, и тому подобное. Это скорее проблема Тимона, что эльфы не пробиваются. А надо бежать-то вперед. Надо уходить влево, видимо. Типа кидать 2-3 плюс даджа и идти в закатное поле. И, может быть, подходить Фалите Гилу, кстати. Ну, нет. Ты же налево должен уходить и Фалите Гилу. Тебе на этого насрать. Здесь так, как Гилу сейчас можно было хорошо приголубить. Ну, ладно. Ну, типа так. Не то, что Борачок, но мне не понравилось. Можно было сыграть... Ну, эльф, в принципе, сыграли. Окей. Будем считать, что эльфы залетели и что-то пытались сделать. Получилось абсолютно как обычно. Сорян, эльфы. Они пытались, ребят. Пытались. А мне не пришло уведомление о том, что ты вещи заглючил. Бывает. Привет. Ну, так, полуотскочил Тимон. Я бы сказал, что большую часть тайма не особо... Не особо пахло голым. Потом парочку таких полушаропробоев. Потом там еще пару мелочей. И бац, бац, бац. 1-0 все-таки. Ну, такой гол... Гол чутка вымущенный, на мой взгляд. Опять же, тут скорее прикол в том... Ну да, давайте... Давайте избивать мумии в 1-д на лося. Так вот. То есть, очень не перло на пробой... Очень не перло на пробой... Этому... Тимону. Но потом все встало на круги своя на 8-й ход. На 7-й. Ну, это просто говорит о том, что люди играют плюс-минус на средних кубиках, если... Если пробой вынести за скобки. Глядя на эту расстановку, мне прям хочется вспомнить диамедовские рассуждения о антигордах. Ну, вот так вот. В будущем в Бладбоуле. Ну, как мы говорили, остановить атаку хаёв будет тяжеловато. Типа, ой, как приятно прям. Бряк в ручке. Ну, так понимаешь? Может быть, Валикус внешне мужчина, а внутри он женщина. Ты что, шеймишь его на... Он, 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 он этот, как бы... Трансгендер. Вот так вот. Может быть, даже больше. Может быть, он трансгендер-халфлен. Кто знает. Ты, ты вроде с Украины, а Украина это Европа. Ты уж должна была бы разбираться в этом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, про боевого вертолета тоже неплохо, да. Я, например, в душе ощущаю себя... Транс-примарисом. Я уже записался в очередь на операцию превращения в примариса. Вот так вот. И сражение... Я собираюсь сражаться за императора и человечество. Но очередь на операцию довольно длинная, к сожалению. Я потратил на это все свои донаты. Вот так вот. Я думаю, вы меня понимаете, да? Осуждаю? Каково именно осуждаю? Ты осуждаешь то, что я хочу... Что я ощущаю себя транс-примарисом? Я, конечно, изначально я себя ощущал транс-примархом. Но выяснилось, что эта операция стоит вообще столько денег, сколько я никогда не накоплю. Так что, сорян. Я подумаю, меднедки. Неужели сейчас будет жадюжность? Ну, это красиво. Вот здесь, без вопросов, Ройлем отыграл очень симпатично. Вот это приятный такой плей. Вот это здорово. Батя говорит, молодца. Крайне симпатичная игра. Таккл играет. Ну, я бы хотел бы добавить, что я хотел бы быть как вулкан, но тогда, боюсь, меня могут на твиче еще и забанить за такие тончайшие шутки. Вот так вот. Мало ли. Мало ли кто-нибудь из этих гендерфлюидных оленей разбирается в лоре вахи. Что-то какой-то унылый лосс. Я слабо понимаю, как играет лосс Тимон каждый раз. В нем не чувствуется агрессии, которая должна быть у настоящего андеда. Андед как бы видит лосс и считает, что этот лосс должен быть уничтожен. Не очень приятный скаттер. Не очень приятный неподбор. Не будет фола по лежачему блоджеру. Хотя этот фол читался. Жаль. Еще безумец не пушит. Безумец носит мяч. На мой взгляд, мячик должен носить не безумец. Слушайте, похоже, что сейчас будет 2-1. Я имею ввиду, что сейчас уже за мяч нацепляться будет не так легко. И войтец-убиватор плюх-плюх на животике. На спинке. Привет, перопан. Слушайте, это опасно. Ильфы так хорошо бегут. Пусть бегут неуклюже. Срано эльфы по лужам. И асфальт под ногами. В этот день непогоже. Вообще трудно. Трудно. Вот это вообще неприятно. То есть вот эта вот 4-плюсятина, она просто добивает. Начинает казаться, что, видимо, придется искать скаттер на мяч. Ну вот это жидновато. Я имею ввиду, 2 ГФИ мне не нравится. Я бы скорее бы подводил бы игрока влево, освобождал бы ВАИТ СМБ и... Вот это... Конечно... Тоскливый скаттер. Че греха таить. Я бы сказал бы, какой это скаттер, но прозвучит довольно грубо. Этот скаттер, скорее всего, отдает раунд. На ровном месте. Обидно, обидно. Не, ну тут сильно зафартило. То есть... Выпал буквально, наверное, худший скаттер. Даже контактный скаттер был бы не так плох. Тут просто выпал скаттер, который сразу отдает атаку. За такие 4+, как говорится, стреляю в упор. Надо толкать через Блиц по ВАИТу. И он догадается ведь? Да, догадается. Не, ну Ройлинг, кстати, удивительно прилично играет. Мне почему-то всегда казалось, что Ройлим рачок, а я смотрю, да нет, не рачок. Ну не, ну не то же рачок, я имею ввиду. Немного неправильно сказал. Как бы так выразиться правильно. Мне себя казалось, что Ройлим попадал в вышку более-менее случайно. А вот когда ты пересмотришь на игру Ройлима и сравниваешь ее с игрой какого-нибудь египтянина, ты понимаешь, что у Ройлима намного больше прав играть в ушки, чем, например, вот много у кого. Скажем так, Ройлима я бы сейчас уже, глядя на вот эти плей, не назвал бы случайным игроком. Очень прилично отыгрывает. Не без лака. Привет, Black Dunes. Не без лака. Но это уже другой вопрос. Блин, ну я-то че виноват? Насчет режима понимаю. У меня в последнее время режим вообще настолько сбился. Я буду его вот с понедельника собираюсь попытаться вернуть себе режим. Очень специфическим образом. Я для начала вас испугаю. Короче, теоретически, если ничего глобально не изменится, хендов нету. Если ничего глобально не изменится, то на вот следующей неделе, с понедельника, будет небольшой эксперимент. Эксперимент в виде семидневных стримов по вечерам. Вот так вот. Я, правда, еще не определился, во сколько времени мне там надо будет кое-что узнать. А теперь уж я не уверен. Я попробую. Рейвен мне уже сказал, что у меня крыша поедет. Я в какой-то степени с ним согласен в этом плане. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, у меня есть некая аудитория относительно Дальнего Востока, типа... Типа метанола. Поздравляем, бедные. Ну, раз у шофера успешный, и тебя берут на работу, то, как говорится, ждем донатиков. Да, если что, это и очевидная шутка. Привет, Валя. Как твои успехи? Мы тут сегодня смотрели на эльфов, которые ломаются прям лучше тебя. Да, в принципе, лучше кого угодно, по ощущениям. Мне, кстати, очень понравилась игра Ситара и Энфи. Прошут? Нет, хаёв. Мы смотрели, как Венторас второй матч подряд попадает под... под пресс. Гидравлический. Вот так вот. Не знаю. Венторас как-то умеет находить гидравлические прессы, и... и умирать туда-сюда. Вот. Ну, мы идем в этом в хронологическом порядке. Но если ты проигруешь с Индикой, то мы вроде бы или про что там. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Так. Ну, я смотрю, Эльфы, Эльфы не теряют надежду по фуллконтактить. Никакой совести. А, про несколько игр, которые нужно посмотреть. Ну, мы потихонечку. Мы сначала новые игры посмотрим, потом я буду пинать старые. Там... Я очень хочу посмотреть все-таки избиение Ефирюги. Не то, чтобы в этом есть какой-то глобальный смысл. Ну, в принципе, дырка закрыта в мяч. Нормально. Ну, мы сегодня, говорю, посмотрели, как Вентараса избили ни за что, ни про что. Рейн, мне кажется, что ты как-то это... У тебя игра просто получается не туда и не сюда. Я имею в виду, что... Красивые могли быть кубы, будь такл. Ты и не животный, и не позиционный игрок. Ты что-то посередине. И вот это что-то посередине как-то не особо работает. Понимаешь? Что противона скажешь? Ну... Да я же пошутил. Ну, большое спасибо за поддержку. Слушай, если ты не будешь пробиваться... Если ты не будешь пробиваться так же, как это вот, то какие проблемы оба? По сути... По сути, Завры в силовой борьбе должны давить дедов. У дедов, конечно, есть некоторая функция для того, чтобы не проигрывать драку. Но вот я что-то не вижу двух блоджерных мумий. Вот в чем дело. Вот будь здесь две блоджерные мумии, я бы, конечно, поговорил бы о том, что, как и почему. Но так как блоджерных мумий не видно. Повезло тебе, Клейман, повезло. Поздравляю. Будем надеяться, что и ББ3 у тебя не заработает. Хы-хы-хы-хы-хы. Не, ну... Я бы скорее... Если уж говорить про разумную игру на хаосе, и пососы, я бы в первую очередь назвал бы Ситара. Вот уж действительно аватар... Аватар не успеха на хаосе. Ситару... Ситару хватает вот этой разумной игры, чтобы выходить в плей-офф с... Ну, с этим, как сказать, правильнее-то. С более-менее постоянством. Вот у нас вообще, на самом деле, если говорить серьезно, ребята, хаос-то не сказать, что тир-1 команда. Я имею в виду для чемпионства. То есть, если что, последний чемпион на хаосе, ребята, это редгрин лока. я держу вас в курсе, как бы. А лока брал чемпионство на хаосе в седьмом сезоне, а сейчас двадцать четвертый. Так что, что-то как-то... Если уж смотреть по мете, ну, нашей рубльной, то есть две ОП-команды. Это, ну, в современном рубле. Это Нургли и Вуды. Ну, с натяжкой можно назвать еще орков, хотя сейчас уже все посложнее. Ситар Могучий, вот. Ну, слушай, ты смотрел приключения Геракла с Кевином Сорба? Вот там был такой Джоксер Могучий. Вот Ситар в какой-то степени как он. Я Джоксер Могучий, и нет меня круче. Ну, овал это отдельный вопрос. Овал наказан за подтасовки команд. он это заслужил. Кевином 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 Кевином